Всем привет! Заправка Мото, село Ядское. Делаем это видео для объективной оценки качества топлива на этой заправке. Большая просьба тем, кто знает эту заправку, для объективности написать отзывы о качестве топлива, либо истории знакомых. Я расскажу вам нашу историю. Возможно мы ошиблись, а возможно убережем многих людей от беды. Поэтому ваши отзывы очень важны и помогут разобраться. Две наших машины заправлялись здесь бензином и именно они попали в ремонт. Двигателя были в плачевном состоянии. Одна из них проездила после ремонта две недели, сгорел топливный насос, топливная система вся забилась. Отогнали обратно на СТО. Там нам сказали, что произошла скорее всего диверсия и в бак что-то плохое налили. Все полностью почистили, машина вернулась, через две недели ситуация повторилась. Мы предположили, что просто уже нужно поменять бак, всякие остатки, конденсаты, ржавчина там осталась. Поменяли бак, поставили на бак пломбу. Ситуация через две недели повторилась в третий раз. Взяли бензин на анализ и пообщались с местным руководством заправки. Что интересно, они не отрицают, что бензин пахнет не бензином. Тогда вопрос. Что это и почему написано бензин? А вы его нюхали вообще бензином? Ну конечно, принимали. А обычный бензин нюхали? Ну, разные запахи есть. А что запахи разные? Не я чего произвожу. Вот так снимай, господи. Вот, а ну-ка. Вот так, о. Слили с бака новый бак. Уже поменяли, уже не знаю. Тихо, промытый, трубопроводы промыты, инжектора промыты, все. Вот это вот отдельный слой, да. Видите? Вот это жесть. Ребята, ну я же говорю, что это уже, я же, есть не запороны где-нибудь, еще что-нибудь, я не знаю. Инжектора данного промыты, трубопроводы промыли их. Фильтр поменяли, вот она качается, видно? Угу. Поездили на ней две недели. Ну, я же говорю, ну... Лег топливный насос. Да. Фильтра. В баке. Промежуточный. Инжектора пришлось повторно промывать. Дай бог, чтобы они дальше работали. Вообще, чем пахнет бензин? Вот какие? Не, вот когда обстоятся, вот тут сверху оно пахнет чуть-чуть бензином. А там, когда... А изначально, изначально. 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 Что это такое? Тут газовый конденсат, то ли еще какая-то химия. И вообще муть такая, ну ты же видишь. Да. Вот тебе, вот смотри. Вот это я сливал, ну она уже подсохла. Вот бензин испарился. Осадок. Это осадок с этой самой. С рампы. Угу. Ты видишь? Да. Мы трижды промывали инжектора. Чтобы хотя бы запустить их. Вот это стопливная маэстрали. Вот она. Там вода. Видишь? Вода. Там вода. Да. Она с водой, с какой-то херней еще. Ну, он там на свет можешь. Вот так. Угу. Это... Я жарю. Ну, я... Я не знаю, ребята, ну... Дай бог, чтобы... Это фон истил. Вторая наша машина заправили там же после ремонта. Работа на холостых. Ремонтировали на другом СТО. Говорят то же самое. Белый дым. Такое ощущение, что это пар. А значит, возможно, бензин с водой. Та же машина заправился на другой заправке и один день проездил. Ситуация вроде как получше. Сейчас возьмем бензин на анализ и пообщаемся с местным руководством. Так, мне здесь фильтр в бензину можно? Нет. А два? А? Отдвум. Два. Два. Сейчас, минутку. Директор, можно? Да, да. Отсадить. Можно вас? Заберну. Возьмите. Есть нарекания на ваш бензин. Берем на анализ. Грифя, вот вчера набрал бензин, мне позвонили. Вторые сутки стоят. Ага. Ну, мы... Вторые сутки стоят. Да. Сейчас я вот хочу показать вам, что произошло с машиной. Машину только-только отремонтировали, все потоплено. Легло? Ну, думали, легло. Все поменяли полностью. Это вот две машины запороли. Вот это моя вторая. Поездила две недели опять. Думали, что-то с баком. Приехали туда, они говорят, что такое? Он кто-то льет в воду. Мы запломбировали бак, поменяли. А, думали, конденсат в баке. Поменяли еще и бак на «Шевролет». Угу. Поездила две недели, то же самое, отогнали. То же самое. Каким бензином? Вторым заправили? Вторым. Ну, вот вчера набрал, двое суток стоит. Вчера мне позвонили, чтобы была жалоба. Что ж мы звонили? Ну, вот, вчера набрал специально. Сейчас я покажу. Моя тоже только с ремонта вернулась. Полностью, что касается подголовка, все легло. Ну, не один человек, вот это вы первый, который жалует. Да. Конечно. Я знаю человека, который влетел на ремонт топливного автобуса на 26 тысяч. По бензину, что ли? По солярке. Ну, и солярка, а вот. И, как бы, знаю, что местные... У нас БМВ заправляют, приезжает этот фермер здесь. Каждый день. Только, что сегодня спрашиваю, как все нормально. Смотрите, ну, вот, машина моя вернулась с ремонта. Дым, вот это, вот, видите? Ну, холостые. Ее не видно. Дым белый. Это пар. Заправился на другой... Дым белый. Дым белый. Вот. Вот. Вот такое. Это после, полностью, всю топливную поменяли. Двиниль отъездила. Вот такой осадок отходит. Вот, а поршневая? Нет, это они слили. Поршневую уже не залезли. Чисто топливную. Вот это вот. Вот так вот отслаивается. Сверху желтая, белая, снизу желтая. Ну, ничего вам не скажу. Вчера был мне звонок с нашего начальства. Набери полторы литра и поставь. Вчера я набрал в ведре частяк вообще полный. Вот набрал бутылку, стоит уже старая штука, я же не бру. Ну, это специально было, жалоба, говорю, была с Кистигом, мне позвонили. Это мы им звонили, как бы, я уволил свою машину, получается. Вот это рабочая, ну, я вообще дольше по имителю, получается. Ну, ничего вам, я вам не проверяйте, я же вам ничего не скажу. Нет, понятно, что это все недоказуемо. Просто у нас есть YouTube-канал, его смотрят 3,5 тысячи подписчиков, в основном местные. Мы сделаем репортаж, человек, который запорол автобус, скажет свои пожелания. Я, фирма, покажем все. А вы с откуда? Мы с коровьего яра, в Доброполе вообще фирма. А, это вы этим занимаетесь, садами? Садами, да. А, ну, вы же с газом, например, заправлялся. Газ, по газу даже местные говорят. Там, ну, ну, нареканий нету, я не знаю. Может, его разбавлять не получать. Может, вам надо проконтролировать своих работников? Да, ну, все под пломбами. Можешь пройти посмотреть. Я лично принимаю, я лично планирую. Ну, оно нам тоже неинтересно. Две машины легло. Я, получается, откинул 20-ку на ремонт. В эту фирменную машину мы уже тоже вкинули. В 18 первый раз, еще после этого. Это Ланос или какая? Нет, Ланос на газу у нас ездит, Chevrolet. Ланос на газу ездит, он целый. Ну, ничего тебе сказать не могу. Проверяйте, пиши мне. Это не мое все, я тебе говорю сразу. Мне привезли, я им ее реализую. Я туда ничего не лью. У нас стоят струны. Если литра взялась, литра показала сразу. Это фиксируется в Киеве. Это в Налогово. Я туда ж не лезу ничего. Пошли. Пломбы. Гамки, не ты меня лично, пломбы на каждое. Сюда операторы, никто не влезет. Открывал вчера при ямке сухо. Ходишь, при тебе откроют. Вода туда не попадет. Я ж не знаю. Сейчас при тебе можем мажем пастой, окунаю в любую емкость и ты смотришь. Паста показывает на воду сразу. У нас, получается, свои тоже есть глаза, уши. Я ничего не понимаю. Две разности с того. Одну мою машину, одна из того, ремонтировала. А заправлялись только вторым или пятым? Нет, только вторым. У нас карты только вторым. Ну, мужики, я им скажу, что я не при делах тоже. Ну, вместо привезли, то и продаю. Был вчера звонок, да. Жалоба пошла в Киев. Наберите вчера в обед. Да, до обеда мы набрали. Поставили, сфоткал в ведре. Я вчера набрал. Поставил ее. Он еще раз сфоткал. Потом, через время, фоткал вот в ведре. Не, ну, понятно. Прозрачная частяка. Ну, вы же не покажете после такого плохую картинку. Не, ну, ты смотри, время. Мне вчера позвонили. Это вчерашний день. Сейчас, информация где-то. Ты же не думаешь, что я вру? Как проверить информацию, не знаешь? Так, переместить, установка, сведения. Не, ну, мне как, либо, получается, я же и сам себе тоже не вру. Ну, я же, смотри, 25 марта 2021 года, в 11.23. Даже чек лежит на полторы литра. Мне был звонок с начальства, набери, набери бутылку, потом я вот фотографировал. Вот так могло все измениться и стать идеальным после рванга начальства, правильно? Нет. Нет, такого не могло. Вот я даже на машину ставил фотку, а уже после. Ну, ну, как сейчас стоит. А вы его нюхали вообще, бензин? Ну, конечно, принимали. А обычный бензин нюхали? Ну, разные запахи есть. А что запахи разные? Не я еще произвожу. Ну, понятно. Ну, то есть, есть много пострадавших людей? Ну, если бы ты приехал, сказал, не долило мне там что-то. Это бы ты ко мне обращаешься. На это бы никто и внимания не обращаешься. Или тебя туда обслужили плохо, это ко мне. А по контролю за топливом я принял чистые, документы есть. Мои имени нету. Так что, ваше право. Хорошо. Ну, все тут. Извиняйте, если я, ну, я тут не придет. Понятно.